30 июня революция поставила своей целью исправить те ошибки, тот курс, который проводился раньше. Мы знаем, что братья мусульмане и силы политического ислама вступили в партнерские отношения со Соединенными Штатами Америки, и, естественно, это опровергает те предположения, которые говорили, что Соединенные Штаты против прихода исламистов к власти. На самом деле эти связи были установлены давно, и США были заинтересованы в приходе этих сил к власти не только в нашей стране, но и в других странах. И, естественно, это было опасное явление, опасная тенденция, и, естественно, здесь существовала определенная опасность. Там были и другие причины, и позиция американской администрации действительно была направлена против расширения влияния этих сил. И было давление определенной стороны Соединенных Штатов и на армию, и на другие силы, но мы поняли в результате народного движения, что Соединенные Штаты хотели бы превратить Египет в такой район, где господствовала бы анархия, создать такую управляемую, может быть, анархию и беспорядки. И вы понимаете, что наши основные силы, о которых мы говорили, это Китай, и которые торгуют Соединенными Штатами, широкие объемы торговли мы знаем. И в то же самое время необходимо обратить внимание, что необходимо урегулировать ситуацию не на основании соглашений, общеизвестных под названием САИС-ПИКО, но сейчас эта революция возвращает Соединенные Штаты на ее обычное место. Сейчас мы выступаем за то, чтобы в этом многополярном мире нам была предоставлена возможность строить свое будущее самим. Мы считаем, что мы должны выступать за тот курс, который был провозглашен, курс на построение демократического гражданского государства. И мы хотели бы, чтобы все наши друзья, и в том числе Россия, навсегда выступала в поддержку египетского народа. И очень показательно в этом плане было заявление заместителя министра иностранных дел России, который поддержал нас. А также мы рады были слышать поддержку того, что происходит в Египте со стороны депутатов парламента, с которыми мы и сталкивались. Они занимают правильную позицию по отношению к так называемой арабской весне, по отношению к тем силам и ко всему народу, который пытается строить самостоятельно свое будущее. И все это говорит о том, что мы признательны России, мы признательны российскому руководству, президенту Путину, которые правильно восприняли эту ситуацию и выразили позицию поддержки нашей революции. И мы также поддерживаем позицию России по Сирии, мы договорились о проведении международной конференции, и мы согласны, едины во мнении в том, что именно сирийский народ должен сам решать свою судьбу.